Мой доклад посвящен Даниэлю Готлибу Мессершмитту, выдающемуся первопроходцу, исследователю Сибири, который был отправлен лично Петром I для исследования обширных территорий, тогда практически совершенно неизвестных, для европейской науки. У него такая очень трагическая судьба. Ну, конечно, фигура эпическая, даже, может быть, можно так сказать, потому что он в одиночку практически, ну, то есть не совсем в одиночку, но по большому счету, иногда вообще в одиночку, совершил огромное путешествие, заложил основы целого ряда научных дисциплин. Но в дальнейшем его судьба сложилась неудачно, скажем так, потому что неожиданная смерть Петра I привела к тому, что человек, который его, собственно, отправил, он, получается, ушел из жизни, а те люди, которые оказались в Петербурге, к моменту его возвращения, в общем, не были в нем заинтересованы. Поэтому начнем с того, что, во-первых, его чуть ли не под конвоем уже доставляли в Петербург, потом у него отобрали все, что он привез, в том числе вещи, которые он покупал на собственные деньги, ну, некоторые, по крайней мере, в частности, рукописи на восточных языках. Ему там была положена какая-то компенсация, но даже не всем понятно, выплачена ли она была ему в итоге или нет. Те материалы, которые у него остались, и, включая копии, которые он делал, вот с тех документов, которые он предоставил в Академию науки, ему было запрещено публиковать. Все материалы, которые поступили в Академию наук, они оказались в пользовании, так сказать, членов Академии наук, а он сам оказался отрешен от тех материалов, которые он собрал. Но даже то, что он сохранил, он попытался перевезти в Германию, в свой родной Данцик, нынешний Гданьск, но, не доплывая немного до родного города, он потерял эти свои коллекции, потому что корабль потерпел крушение. Потом он в Германии тоже оказался никому не нужен, вернулся в Петербург и, в общем, в не очень благоприятных условиях скончался в 1735 году, будучи совсем не старым человеком. Но и в дальнейшем его преследовал злой рок, потому что в 1747 году произошел ужасный пожар в Кунсткамере, в результате чего большая часть его коллекции сгорела. Его тексты, рукописи, которые он подготовил, не были опубликованы в течение многих, ну не столетий, но нескольких столетий, скажем так. Вот здесь вы видите обложку его дневников. Это, собственно, единственное, что, можно сказать, на данный момент опубликовано, и то очень, по мнению современных исследователей, некачественно. То есть там много ошибок, и особенно это касается вот лингвистической части его путевого дневника, который он ввел вплоть до возвращения в европейскую часть России, скажем так. Портрета его не сохранилось. Здесь вы видите такой фантазийный образ, созданный скульптором для группы архитектурной в городе Ханты-Мансийске. Дневники были изданы в Берлине в 60-е, 70-е годы прошлого столетия. И вот, несмотря на свои недостатки, это издание, оно сохраняет пока ценность. То есть мы должны пользоваться, но желательно сверять эти записи, эту публикацию с рукописями, которые хранятся в Санкт-Петербургском филиале Российской Академии Наук. Очень хорошая также есть книга на Влянской, 70-е, если не ошибаюсь, или 72-го года издания, в которой она представила биографию мистера Шмидта, основанную на как раз его дневниках. То есть очень тщательно проработаны были ею дневники, и на их основе такая вот возникла краткая биография, но весьма до сих пор полезная. Здесь я взял суперобложку, поскольку здесь показан маршрут его экспедиции. Таким пунктом базовым изначально стал для него Тобольск, столица тогдашней сибирской губернии. Там он провел некоторое время, и оттуда он двинулся вместе со Страленбергом, еще одним важным ученым-исследователем Сибири. И они вместе в течение года полутора лет, если я не ошибаюсь, совершали путешествия до тех пор, пока не был подписан мир между Россией и Швецией. Страленберг был пленным, поэтому по условиям мира он даже без особого желания был вынужден оставить своего спутника и друга. Это произошло в районе Енисейска. Из этих пунктов, которые здесь обозначены, для нашей темы тибетско-индийской, важны Тобольск, изначально Енисейск, Красноярск, как бы как первичный пункт, где мы знаем в Тобольске под вопросом, в Енисейске, в Красноярске, то есть, извините, не в Енисейске, в Абакане, Абакан здесь не обозначен, но чуть ниже Красноярска, на юг, он там приобретал некоторое количество тибетских рукописей, и первое упоминание того, что мессер Шмидт занимался выписыванием слогов из тибетских рукописей, датируется как раз вот вскоре после того, как он в Абакане получил несколько рукописей. Это упоминание было занесено в дневник с Траленбергом, потому что до момента их расставания дневник вел Страленберг, отчасти, к сожалению, потому что Страленберг он довольно коротко все записывал, вот в отличие от мессер Шмидта, который после расставания стал вести дневник сам, и он намного более подробный и ценный для нас. Вот, ну дальше, когда они расстались, мессер Шмидт совершил путешествие вот туда, на север, а потом поехал к Байкалу, Иркутск, дальше Забайкалье, и то, что называется Даурия, нынешний восток Забайкальского края, бывшая Читинская область, вот те регионы, которые, ну, можно назвать этнической Бурятией. Почему, собственно, я занялся, так я еще буквально минутку скажу, этой темой? Дело в том, что я сказал, что в 1747 году был пожар в Кускамере, и многие вещи сгорели, именно мессершмидтовские. Мы знаем, что мессершмидт привез некоторое количество рукописей на тибетском языке, на монгольском, на санскрите, на некоторых других, видимо, языках, и долгое время о них ничего не было известно, я подозревал, что, может быть, и в пожаре они сгорели. Но как бы сейчас, последние несколько лет, оказывается, что это не так, и некоторые его рукописи мы сейчас с уверенностью атрибутируем как именно те, что привез мессершмидт. И вот в связи с этим я, собственно, и заинтересовался этой фигурой. И, в частности, помимо рукописей, стало понятно, что это был первый ученый, связанный с Академией наук, хотя он не был членом Академии наук, но все равно получается, что он оказался с ней связан, который занимался тибетским языком в рабочих, в полевых условиях, и даже освоил его до некоторой степени, по крайней мере, в значительно большей степени, чем академик Байер, первый востоковед-академик нашей Академии наук. Но поскольку конференция эндологическая, я подумал, что можно добавить не только к тибетологическому материалу, можно добавить эндологическому, но здесь я сразу хочу сказать, что я не эндолог, не специалист, поэтому моя надежда, что возникнет интерес у кого-то из коллег, и большой материал, который на самом деле есть по эндологическим исследованиям мессершмидта, он окажется в руках профессионала. А сейчас просто вот некоторое общее, может быть, замечание. Начинает он заниматься индийскими языками, видимо, не одним, в иркутске. Вот его дневники, которые, повторюсь, ввел он сам, они достаточно подробные. И начиная с его прибытия в Иркутск, сразу возникает тема изучения индийских языков, тибетского и монгольского. Его первым учителем стал вот некий торговец, я боюсь даже пытаться интерпретировать это имя, ну, может быть, Парасена Махира, может быть, Параджик, то есть, может быть, вы что-то придумаете, как это правильно понять. В общем, это был де Лиитс по происхождению, как он пишет, такой темпераментный человек, который осел в Иркутске, принял крещение, женился, и, в общем, обосновался в Иркутске. Он читал на родном языке, не очень понятно, на каком, если честно, я вот сейчас боюсь. Ну, видимо, то, что называют народный вульгарис, на каком языке говорили тогда в Дели, я не очень это знаю. И, возможно, санскрит, вероятно, он тоже, потому что, видите, брахманишан шпраха, то есть, видимо, санскрит имеется в виду. Но он не писал. А, то есть, извините, то есть он тут пишет, да, что он писал, но как-то он дальше потом, по-моему, упоминает, что он не очень был хорош в этом аспекте. Ну, достаточно много времени он проводил, провел в Иркутске вот именно и дальше, когда они поехали немножко дальше вместе в занятиях. И такой самый подробный, подробная запись, где описан язык, ну, и даже не язык, он больше, конечно, сначала, конечно, он акцентировался на алфавите, то есть, поскольку он вообще не знал этого языка, этих восточных языков, то ему уже было хотя бы разобраться с алфавитом. И вот, собственно, алфавит он смог составить для себя с помощью рукописи, которыми с ним поделился как раз вот этот вот индиец. Он оттуда выписал, если следует дневнику, выписал какие-то слоги, и с помощью вот этого индийца смог составить алфавит. Потом он отмечает некоторые особенности вот письма, лигатуры, то, что там могут соединяться различные согласные вместе, иногда одинаковые согласные, как л-л, н-н, м-м, и так далее. Некоторые особенности фонетические он отмечает. Также он описывает в своем дневнике письменность, книжность. То есть вот на материале тех рукописей, которые оказались в его руках, он описывает, что пишут они слева направо, как и европейцы, но первую страницу, то, что мы называем титульным листом, они оставляют пустым. И дальше он описывает то, что мы называем потхи, вот этот формат, когда листы не связаны друг с другом, они переворачиваются, и сразу на вороте можно читать, то есть по прочтению одного листа он кладется вниз. Вот такой способ чтения. То, что для европейцев тогда было в диковинку, это подробно мистер Шмидт описывает. Также отмечают, что индийцы не зачеркивают на манер европейцев, если там какая-то ошибка или лишний слог, а ставят точки. Кстати, я вот этого не знал, мне интересно, как для тибетолога, потому что тибетцы, значит, тоже индийцев это заимствовали, тоже у тибетцев нет манеры зачеркивать, они тоже точками помещают, если это лишний слог. Это такой самый подробный, именно в дневниках, самый подробный пассаж, где он останавливается на особенностях языка и книжности индийской. Ну и дальше он едет в Удинск, то, что сейчас называется Улан-Удэ, там встречается с еще одним индийцем, которого называют, я не знаю, Каэтхи, я не очень понимаю, какому термину индийскому это может соответствовать, но писец, да, вот исходя из описания, с которым он также продолжает заниматься, но вот он не очень положительно отзывается об этом человеке, что он такой глуповатый и грубоватый был, в отличие от того первого, которого он как раз очень хорошо характеризует. Дальше он совершает краткую поездку в Селингинск, это нынешний Новый Селингинск, такой поселочек в Бурятии, где он встречает первого своего учителя тибетского языка. Он называет тангутским, тангутский лама, тангутский тогда, в 18 веке, тибетцы в тибетский язык называли тангутами, тангутским языком ошибочно, с которым, вот с одним из этих лам, которого он считал тангутом, то есть тибетцем, на самом деле он, очевидно, не был тибетцем, а был либо монголом, либо бурятом, но тем не менее владел тибетским языком. Здесь, видите, интересно, что он называет тангутским языком, языком индико-лингва-экстра-гангем, то есть языком как бы вне-гангским. То есть вот это вот отражается традиция, немножко ошибочно, описание географии Индии, еще восходящей к Птолемею, когда выделялась Индия, интро и экстра, гангем. Но он определяет, по крайней мере, тангутский язык здесь как индийский язык. И хотя отмечает, что первое его впечатление, что на самом деле, хотя есть некоторые сходства, но различия достаточно ощутимые. Здесь же он знакомится у первого своего тибетского учителя с двумя вариантами письма. Основным, то, что учен, мы называем, он это называет суп, но, скорее всего, имеется в виду сап, тибетское, видимо, тут фонетическое искажение монголизированное происходило. И курсив, соответственно, уме, тибетское, ну, также известное как шар, здесь написано шир, не совсем тоже точно. Возвращается в Удинск, в Улан-Удэ, там он расстается, видимо, с обоими своими индийскими учителями, но погружается полностью в изучение тибетского языка. Там его учителем становится некий Карабанди, который он тоже считает, и считал до конца, что он был тангутом, то есть тибетцем, но совершенно очевидно, что он был монголом, вполне возможно, айратом, потому что вот он здесь называет его Карабанди или Карамандши, но, видимо, вот коллега монголовец, Алла Алексеевна Сизова, подсказала, что это, видимо, айратская манди, которая, собственно, является искажением от банди, то есть послушник при монастыре, хотя мистер Шмидт его описывает как, этот термин трактует как философ, ученый, на самом деле совсем не так, по всей вероятности. Ну, вот так же, как с первым индийцем, его связали, ну, можно даже сказать, что-то похожее на дружбу вот с этим тибетцем, с которым он сейчас, в Удинске, и потом, в ходе дальнейшего путешествия, не раз сталкивался, пересекался и активно пытался использовать его познание в тибетском языке. Вот здесь тоже некоторые такие, в одной из записей содержится достаточно развернутое первичное описание алфавита, 30 букв тибетского алфавита, потом гласные, потом, также он останавливается подробно на лигатурах тибетских, на том, что сочетание слогов, может быть, несколько, на самом деле, это один слог. То, что было непривычно для европейцев, останавливается на правилах пунктуации, хотя их особо нету в тибетском языке, но, тем не менее, он отмечает то, что он узнал об этом. Но он вот вынужден был, так, сожалея сказать, что, поскольку его толмач, видимо, они через толмача вели разговор с этим Карабанди, будучи, видимо, крестьянином, не очень был способен вести сложные филологические беседы, да и сам Карабанди тоже, видимо, не мог, поэтому вот какие-то только самые примитивные, простые темы он мог поднимать, связанные именно с лингвистикой. Поэтому он сконцентрировался, видимо, поэтому он сконцентрировался на записи различной лексики и в дневнике, это не отражено в издании берлинском, имеются довольно большие словники на тибетском языке и на монгольском языке, которым он тоже потом стал заниматься. Затем по пути в Даурию, вот то, что за Байкальский край сейчас восток на границе с Монголией и Китаем современными, он туда, по пути туда еще раз встречается со Скарабанди и тот ему вручает, как он записывает, маленькую тибетскую печатную книжицу, о которой он просил для изучения тибетского языка. И вот, забегая вперед, я так думаю, что это вот это из восьми листов состоящий текст, ксилографически изданный в Пекине, где средствами трех видов письма представлена санскритская азбука и дальше различные лигатуры и так далее. То есть ланьчза, то, что тибетцы называют, ранжа, затем тибетские буквы и монгольские буквы. Вот. То есть здесь благодаря этому ксилографу мессер Шмидт познакомился с письмом Ранжина. Ну, важный такой момент состоит в том, что в дневнике он впервые, возможно, для среди европейцев, возможно, впервые, я не могу точно утверждать, но, может быть, первым он указывает, что на самом деле не тангут, не тем более тибет, здесь тибет не упоминается, не является самоназванием тибетским. он пишет о... ну, пюик, имеется в виду, тибетский язык, но он записывает как подъитишер, ну, тут, очевидно, пюик имелся в виду. И дальше вот он проехал по... совершил этот кружочек, это кольцо, и дальше возвращается в Иркутск, где ожидал отправки в Петербург, ну, в Тобольск сначала, потом в Петербург, пользуясь тем, что он вынужден был провести довольно много времени там, он усердно занимался и тибетским, и монгольским, и вновь вот индийскими. Индийской, ну, в основном, лексикографии, конечно, еще раз подчеркну, то есть его интересы лингвистические в общем ограничивались алфавитом, письменностью, лексикой, причем преимущественно ну, либо базовой, включая числительную, либо конкретно флорой фауной, да, поскольку все-таки он был натуралистом, его это очень занимало, и он составлял списки того, как то или иное животное или растение называется на разных языках. И вот здесь он такой своди-свод письменностей индийских, с которыми он познакомился, здесь приводит, я вот опять же, джабун-ла, я не знаю, с чем это надо сассоциировать, ну, ланжа, понятно, дальше нагари, то, что он вульгарис называет, да, здесь, дальше какой-то курсив, может быть, вам опять же он известен, и дальше, видимо, гимносафист, да, в этом контексте, ну, брак, да, но на самом деле, сюда можно, раз вы это заметили, то можно сказать о том, что он все время также проводит параллели с еврейским языком, халдейским, как они тогда говорили, и постоянно искал связи между еврейским алфавитом, письменностью еврейской и восточными письменностями, и даже он постоянно, вот мысль была такая, что они там серьезно искали, например, колени, вот эти потерянные, израильские, в этих землях тоже, и, в общем, мифологемы живы были очень в сознании и мистер Шмидта, и его современников, европейцев, вот, ну и здесь также вот к этой же записи относится то, что вот он сравнивает, смог сравнить, сопоставить, да, видимо, благодаря ксилографу этому и благодаря общению с индийцем, ланза, ранжану, да, потом, видимо, нагари и там тибетский язык, и все-таки он приходит к выводу, что тангузский, тибетский, то есть язык, это дочерний индийский язык, но понятно, что это ошибочно, но письменность тут в данном случае, он, конечно, абсолютно был прав, письменность действительно филия индеке, вот, но надо сказать, что это дневник, дневник, отнюдь, дневником отнюдь не исчерпываются те материалы, которые могут быть интересны историкам эндологии, тибетологии, поскольку есть такое замечательное дело в архиве, опять же, Российской Академии Наук, в Санкт-Петербургском филиале, вот, если кого-то привлечет, запишите, или там, зафиксируйте шифр, это собрание рабочих записей, в основном касающихся письменных систем языков народа Востока в Сибири, зафиксировано 175 листов согласно архиву описи, там, на самом деле, это не учитываются пустые листы, там их немножко больше в реальности, вот, и там находится очень большое количество материалов, вот именно таких рабочих, где его упражнения в письме, в индийских разных видах письма, в тибетском, монгольском и многих других на самом деле вариантах восточных письменностей, причем часто сочетаются и то, и это, но из каких-то более-менее законченных там материалов, там есть, ну, с тибетским языком, например, достаточно подробно записанный алфавит, с разными лигатурами, на восьми страничках, с индийскими там тоже кое-что есть, у меня есть опись для себя, составил, в общем, ну, тут, конечно, лучше, чтобы на человек пришел, вот, если кто-то заинтересуется и поработал непосредственно с оригиналами, там есть интересные вещи, мне кажется, и для индолога тоже, не только для тибетолога, но, в частности, Паттер Ностер, записанный на тибетском языке, тибетской графикой, самим Мессершмиттом, и такой же на, я сейчас, наверное, на Нагоре, скорее всего, я сейчас не помню, я для себя зафиксировал на тибетском языке, конечно. На латыни? На латыни? Да, да, буквами, тибетскими буквами латинские слова зафиксированы, и то же самое, соответственно, соответственно, видимо, на Нагоре. Почему Паттер Ностер? Это восходит, вероятно, Клейбницу, который в 1718 году опубликовал некий текст, я уже не помню, это письмо было какое-то, Петру или... Ну, там высказывалось пожелание, чтобы происходило изучение языков сибирских народов, и как вариант такого изучения он предлагал перевод этих языков, на эти языки Паттер Ностер. Вот, видимо, да-да-да, это сработало. Здесь, правда, не перевод, а просто фонетическое переложение, да. Вот. И я заканчиваю последний, да, вот важный момент. Самый важный, может быть, концептуальный вклад Мессершмитта состоит в следующем. Он, ну, это уже касается не индийских языков, а тибетского языка, как одного из языков, которые он считал распространенными в Сибири. Он, по всей вероятности, вот есть статья «Манастер Амар Гондарь», она доступна в интернете, можно почитать подробно статья, где доказывается, что опубликованная с Траленбергом таблица и несоответствующая таблица описания словесная, которая не совпадает с тем, что написано в таблице, весьма вероятно излагает во многом идеи Мессершмитта. То, что табличка вот эта вот здесь представлена, она отражает более раннюю и более архаичную форму представлений о языках, нежели то, что записано вот в тексте книги. Это свидетельствует о том, что, видимо, Страленберг не понимал. А в книге он пишет, что они совпадают. То есть, очевидно, Страленберг не понимал, о чем он пишет. И вот авторы статьи, я думаю, вполне разумно предполагают, что это результат влияния Мессершмитта, который, как я уже говорил, не имел права сам ничего писать на эти темы. Возможно, он через Страленберга сделал доступными свои идеи. А в чем важность? Вот говорят лингвисты, что это такое первое вполне, скажем так, научное и, можно сказать, заложившее основы материал для сравнительного изучения языков восточных сибирских народов, не только сибирских. То есть, это для истории лингвистики и компаративистики чрезвычайно ценный материал, который, очевидно, связан с Мессершмиттем. На этом я заканчиваю. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, при Екатерине II что? АПЛОДИСМЕНТЫ Слово «Екатерине II» вы назвали составляли не использовали вещества? Я думаю, что... Я не буду врать. Не знаю точно, но сомневаюсь, потому что его материалы оказались, по сути, ими пользовались. То есть, может быть, как-то косвенно, через чьи-то другие работы, людей, которые могли ими заниматься. Но конкретно его труды до сих пор, по сути, остаются неизданными. Поэтому... Но косвенно возможно. И тем более через таблицу и работу с Траленбергой. Возможно, это как-то могло повлиять. Но я не занимался этим, поэтому... Да, это интересно, спасибо. я... Ну, вам виднее. Я подумал, может, Махира, там вот это... Ну, может быть, да. Ну, да, может быть, да. Да, конечно. Мистер Шмидт был раньше, Байер, но они современники, поэтому тут сложно сказать. Ну, получается, что Мистер Шмидт раньше изучал, по крайней мере, чем Байер индийские языки, да. Но просто Байер опубликовал что-то, а Мистер Шмидт почти ничего не опубликовал, поэтому здесь... И здесь и цитаты из-за того, что он говорит о том, который он говорит о том. Да, да, да. А по поводу Байера я хотел еще сказать, что вот я упомянул, что все коллекции и материалы, которые Мистер Шмидт передал в Академию, они оказались в ведении академиков, да. И тот же Байер, он опубликовал вот этот ксилограф. Ну, он, конечно, упоминает Мистер Шмидт, раздает ему должное как выдающемуся специалисту, но по сути воспользовался его трудами Байер, а сам Мистер Шмидт оказался не уйдем. Так что, ну, наверное, я бы сказал, что... И надо сказать, что Байер издал вот эту азбуку с транслитерацией, которая просто ошибочно почти насквозь, а в отличие от него Мистер Шмидт изучил действительно, он знал, он даже знал правила спеллинга тибетского, то, что у нас до сих пор в университете не преподается, к сожалению. То есть там, если надо огласовку сказать, ну, допустим, слог «ки», у нас там до сих пор говорят «ки», правильно сказать, как и куки, кан руко, там, и так далее. Мистер Шмидт это все изучил, у него эти все записи в транслитерации латинской, в транскрипции, то есть в латинской, его в этих вот записях имеется. Так что личность вообще удивительная, и чем больше он сейчас привлекает все больше внимания, и чем больше людей начинают заниматься, тем более такой вот эпической фигурой он предстает. Спасибо. 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 Ну, из того, что я видел, это, ну, я в момента мне древнего нету, там, брахми, хороших, это все нет. То есть это с, ну, Нагори какие-то вариации, я не специалист по этому, боюсь, так сказать, ну, Нагори, Ланца, вот, Ранжина, да, там, очевидно, какие-то не только этот, не только то, что хинди сейчас, да, называется, я не знаю, опять же, как тогда это нужно называть, тот язык, но и какие-то другие языки, там, Малабарский есть, да, или нет, Малабарский есть? Вот что-то он такое тоже изучал, это надо смотреть записи его, вот, в этом архивном деле. Я забыл один момент сказать, там даже есть листик из рукописи, вот, в этом же деле, о котором я упоминал, какая-то рукопись аутентичная, индийская, ну, один листик, правда, все. Вот, так что древнего, там ничего особенного нет. Спасибо. 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 Спасибо.